Ну, типа, есть, но они не работают. Есть заправка, но на ней нету никогда этих стиков. А я другие не курю. То есть, чисто теоретически, для того, чтобы мне получить пачку, мне надо идти пешком в Батьям. Потому что Батьям ко мне ближе, чем Ришин. Да. Я знаю. Мне фигово. Этот. Нет, это Пёрпл. Папл. Пёрпл. Как сказать правильно? Он English. Я не говорю на английском, если что. Типа, я помню, мне когда-то я говорила пюрпл, а меня кто-то исправил, и такой папл. Я такая, что? Папл? Папл? Ну, типа, как правильно произносятся до сих пор. Идут споры. Но я думаю, что меня так понимают. Пёрпл. Вейв. Пайв. Вейв. Я из Ришина. Пёрпл. Пёрпл. А, то есть вы все такие, типа, инглишные, да? То есть я один такой отсталый человек, да? Хорошо. Хорошо. Понятно. Ладно. Я не расстраиваюсь. Все нормально. Да. Я привыкла. Я привыкла в мире, где... Не-не-не, не надо никуда за час ехать, чтобы привозить мне стики. Тем более, что я хочу, чтобы мне просто привезли стики. Да, я такой человек ужасный. Кстати, первый раз я, наверное, выхожу в прямые эфиры, там, ненакрашенная какая-то, что-то ещё. Раньше, чтобы в Инстаграм выйти, вышёл. Раньше, чтобы в Инстаграм выйти, мне надо было... Ой, наверное, три слоя макияжа. Я не плачу. Я не плачу. И в ритвы учу. Я не сомневаюсь. Нет, типа, у меня всё нормально. Просто думаю, мужиков ту одеть. Устала. Я плачу только из-за стиков. Остальное не важно. У меня даже есть там картинка в Инстаграме. Типа, я там улыбаюсь. И когда бросил парень, я такая. И когда там, я не знаю, вы выгнали с университета, я вот такая. И закончили стики. И я... Ну, типа, плачу. Нет, я не из черновцов. Черновиц. Я не из черновцов, но... Но я там учусь. Сейчас. Получаю третье высшее образование. В черновцах прикольно. Там есть соло. О, вы, кстати, знали, что песня Хаванай Нагила была придумана в черновцах? Или лимончики. Какая... Не, Хаванай Нагила, по-моему. Была в черновцах придумана. На сад горе. Привет. Где-то кто-то мне это рассказал. Потом я прочитала в интернете. Это оказалось так. Ой, что, мне кто-то розочки отправил. Прикольно. В Палестина вот такого вот не существует. Нет такого Палестина. Это как ДНР. Это как ЛНР. Ну, типа, это несуществующее название вообще. Это несуществующая местность. Я искренне верю, что нет такого, как Палестина. Я не знаю. Я не уверена, что это пропаганда. Я просто... Ну, знаете, когда один раз они уже покидали, а я была два раза, когда они кидали, у меня же тут семья живет. Эти бомбы все свои, самодельные, подвальные. То, конечно, не весело вообще было. Даже несмотря на самодельные подвальные бомбы. Какая Палестина? Какая Палестина? Израиль, конечно, существует. Что такое Палестина? Объясните мне, что такое Палестина? Ну, что это? Что это? Вы вообще знаете, как это палестинское государство сделалось? Я знаю, у меня бывший парень историк просто тут, в Израиле. А, Палестина — это кантри. Палестина — это кантри. Это страна, да? Палестина. Палестина — это сброд. Это сброд. Всех с этих самых выходцев с арабских стран поблизости. Просто сброд, и всё, людей каких-то. Я нахожусь в Израиле. Потому что Израиль — это оккупированная часть Палестины. Что? Ну, честно, это, типа, это... Это просто бред. Они не могли жить раньше нас. Моисей шёл, шёл, шёл и нашёл. Понятно? 40 лет шёл до этого Израиля. Какой он при Палестина? Что это вообще такое? Какой ужас, какой кошмар. Ну, кричит.